Подскользнулся, упал, очнулся гипс, и повезло, если перелом закрытый, а если открытый, тогда не обойтись без операции. Многие из них проходят под общим наркозом. Чтобы пробуждение пациентов не было таким болезненным и рисковым, требуется специальное оборудование. Есть оно далеко не в каждой больнице. Сегодня в детском отделении Владивостокской клинической больницы номер 2 появилась специальная палата пробуждения. Все расходы по ее оснащению взял на себя банк ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез». Программа была создана в 2003 году и путешествует по России уже много лет. За годы существования банк помог многим больницам, затрадив порядка 300 миллионов рублей. Два принципа главных. Что мы определили? Первый принцип – мы помогаем самому сложному, самому финансово-емкому аппарату-емкому детскому здравоохранению. Это детская онкология, детская гематология, детская перинатальная медицина. Первое. Второе. Там, где помощь нужна действительно очень адресная. Второй был принцип. Она всегда только адресная. То есть мы не используем посредников, мы не используем там разные фонды благотворенные для того, чтобы распределить наши деньги. Мы целевым образом находим нашего рецепиента нужного, больницу, медицинское учреждение, определяем все с тем, что им конкретно нужно. Помогают тем больницам, которым больше всего нужно. Владивостоку необходимо было оборудование в детское ортопедотравматологическое отделение, в палату пробуждения. То место, куда маленькие пациенты попадают после операции, если им не требуется нахождение в реанимации. Выбор он сложный, потому что на самом деле хочется помочь всем. Эта больница одна из крупнейших. Это скоропомощная больница, которая принимает пациентов 365 дней в году. Вот как мне рассказал только что главный врач. И когда мы смотрели, мы действительно увидели, что в этой больнице есть большие потребности. Самых тяжелых детей с края, которые попадают в какие-то страшные ситуации, связанные с ортопедией или с неврологией, их привозят именно в эту больницу. В спецпалате есть мониторы для наблюдений, которые отслеживают ЭКГ, частоту дыхания пациентов, аппарат искусственной вентиляции легких, две функциональные послеоперационные кровати, транспортируемый аппарат УЗИ, подогрев для матрасов, инфузомат для подачи лекарств и многое другое. Стоимость оснащения палаты интенсивной терапии всем необходимым оборудованием составила 6 миллионов рублей. Данное оборудование установлено в данном отделении впервые и, в общем-то, наверное, имеет очень важную роль, будет играть и имеет, будет играть важную роль в оказании помощи детям. Дети, которым проводится оперативное вмешательство или, допустим, репозиция, они практически все процедуры проводятся под наркозом обязательно. И для них необходимо было создать палату пробуждения, которую вот с помощью банка ОДБ мы создали. Значит, оборудование поставлено здесь очень высокого уровня. Отметим, что ежегодно в детском травматолого-ортопедическом отделении проводится более 600 манипуляций под наркозом, после которых малышам требуется уход в такой палате. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Станислав Лазебны. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...